Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Обе играли еще и в парном финале Так что нагрузочка сегодня приличная Парный финал ведь тоже из 7 партий состоял Ну что матч начинается и первой подавать будет Гуо Янь Она правша Диннин левша Более взрывная наверное Диннин Но Гуо Янь хороша в темповой игре Наследница наверное школы ваннайн Можно так сказать Очень хороший конечно бэкэнт у Диннин Часто она Ну играла против левшей Гуо Юе В своем полуфинале И часто пыталась сводить игру К перестрелке С бэкэнда на бэкэнд Там она была сильнее Но здесь играть в этом направлении уже опасно Потому что Таким образом она играет под право Под сильную руку Гуо Янь Тем не менее Новая очка берет Диннин на старте 2-0 Субтитры сделал Dиннин Первое очко Лишь четвертой попытки Зарабатывает Гуо Янь 3-1 Но будем надеяться что с этого момента Борьба пойдет более плотная Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ошибается Диннин 3-3 Выправляет положение Гуо Янь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Хорошая, хорошая перестрелочка Но Гуо Янь стабильнее 4-3 Хорошая серия В исполнении более опытной китаянки По четырем Здорово, здорово играет Гуо Янь Действительно переигрывает соперницу И переигрывает, что интересно За счет как раз удара слева Если в этом компоненте Будет сильнее соперница Гуо Янь На протяжении долгого времени Я имею ввиду То это будет как раз заявка на победу Подача может быть поинтереснее у Диннин Но далеко не всегда получается В полной мере этим пользоваться Плохой прием 6-4 Еще одно очко достается Гуо Янь 7-4 Последний отрезок Из восьми розыгрышей Гуо выиграл со счетом 7-1 Хороший показатель На этот раз маленькая победа Диннин В принципиальной перестрелке 7-5 Но похоже понимает За счет чего Удалось это сделать сопернице Гуо Янь И посмотрим Сумеет ли быстро Сделать правильные выводы Ой-ой-ой-ой-ой Ну хороша-хороша была в обороне А Гуаянь даже немножко жаль, что не хватило ее до конца Когда скорости несколько уменьшились, она допустила ошибку по 7 Денин помогает сопернице на приеме 8-6 Вновь интереснее, активнее А Гуаянь Близко к столу стоит Гуа, но реакции хватает Чтобы успевать отвечать на довольно мощные удары Денин 9-6 Ошибка Денин на приеме 10-7 Вообще не понимает, как такое могло произойти Денин с удивлением смотрит на собственную ракетку Ну а у Гуаянь на своей подаче первой из трех сетбола Какая-то неуверенность в последних ударах Денин чувствуется Не очень точные движения Серьезные ошибки И в результате 11-7 В общем-то без лишней крови А Гуаянь выигрывает первую партию этого финала Обе теннисисты ставят в рейтинг достаточно высоко Но пока не на первой позиции При этом за последнее время Вот именно на этапах серии Pro Tour Они играли совсем немного Лишь раз в 2007 году Уже далеком на турнире в Швеции Соперничали девушки И тогда Гуаянь на правах более опытной Наверное Одержала победу Со счетом 4-1 Это была 1-8 финала Но вот на последних турнирах Чаще всего скорее в разных частях сетки Оказывались Гуаянь и Денин Поэтому их пути не пересекались Ну или же их останавливали Есть кому В той же китайской команде Лиши Вень Лися Уся Гу Юе В общем Стоянки могут обыграть друг друга Друг друга Наверное всегда и везде В данный момент В их команде Сложно Выделить Какого-то одного лидера Денин на подаче Гуаянь принимает Молодец Гуаянь выстояла Дождалась возможности Для контратаки И грамотно Эту самую возможность Использовала 1-0 И вновь ту же зону атака На этот раз справа 2-0 Темп сумасшедший Немного Немного Даже в Китае найдется Теннисисток Которые такой темп Могут выдержать Нужны обеим Конечно же Паузы Между розыгрышами Поэтому Эти самые паузы Такими долгими Получаются С одной стороны Повезло Гуаянь С другой Может быть После этого Касания сетки Денин Даже Проще было Играть этот мяч 2-1 Не принимает Младший Китае на карте Этри Китае на карте Хорошая атака Денин Пускай не с первого удара Но все-таки Приводит она К победе В розыгрыше 2-3 Китае на карте Ошибается Денин 4-2 Нельзя Нельзя Отпускать вперед Гуаянь Китае на карте Китае на карте 4-3. 5-3. Здорово ускорилась в первый раз Гуаяй, но на второй такой же бэкхенд нанести не удалось. 5-4 в ее пользу. Диннин пока держится. А где? Мяч опустился на стороне Гуаяй все-таки, да? Показалось, что он трос задел просто, но нет. Сумасшедшая перестрелка, но все-таки ошибка Гуа. По пяти, но вот слева налево начинает соперницу переигрывать. Диннин, это, кажется, непростый эпизод уже. И равенство второй партии по пяти. К несерьезной атаке, атаку долгое время не решались обе. Подготовить ее в условиях, когда лишь доли секунды на принятие решения у тебя есть, было очень сложно. Не сумела чисто выполнить подачу Гуаяй. По-моему, очкову в итоге досталось Диннин. Какое-то нарушение суде зафиксировали. Еще одна ошибка Гуаяй. 7-5 Диннин лидирует. Начинается. Начинает набирать свое Диннин. Она порежет, она побыстрее. И уже вот эта стабильная игра Гуаяй не приносит плодов. Больше ошибок. И, как обычно, Гуаяй начинает достаточно серьезно нервничать. В общем-то, Диннин как раз из тех питаянок, которые умеют переживать, собственно, неудачи почти так же бурно, как и Гуаяй. Еще одна ошибка. 9-5 Диннин. Я решила больше не вступать в темповые перестрелки. Гуаяй решила резко атаковать. А при первой же возможности удар справа получился знатным. 6-9. Далее следует ошибка, и 4 сетбола получает Диннин. И, как обычно, Гуаяй не приносит плодов. отыгран. Отличный розыгрыш. Запуталась, запуталась в этой игре Гуаянь. 1-1 по партиям. Вообще, вы знаете, Гуаянь одна из самых неудачливых китайских теннисисток именно в финалах этапов серии про-тур. У нее есть победы, но всего 5. И это за более чем 10 лет уже профессиональной карьеры. Она еще в 2001 году побеждала в Хорватии, Швеции, была лучшей в Корее в 2003-м и в Англии в 2009-м. В этом году сумела добавить еще одну победу на турнире в Германии, но при этом дважды уступала в финалах в Англии и Объединенных Арабских Эмиратах. Ну и вообще, статистика в целом. Опять победу Гуаянь за карьеру при 17 поражениях, при 16, точнее, в поражениях финала. Согласитесь, что свои выводы из этого можно сделать. Но какие будут? Прежде всего, что все-таки она уступала в классе тем, кто играл в это время параллельно с ней. А здесь можно выделить и Бан Нань, и Джан Инин, и уже более молодых соперниц, таких как и Лиси Ося, и Гоу Юе, и на каком-то этапе Илюшевень. Ну вот, молодец. Не сдается все-таки Гуаянь, 29 лет ей, и, пожалуй, главное, чего нет в ее карьере, это победа на Олимпийских играх. Даже не просто победа, а просто медали. Долгое время она была в тени тех же Джан Инин в Аннайне, но вот сейчас действительно у нее, наверное, наилучший шанс на попадание в команду на Олимпиаду в Лондоне. Там в команде, прежде всего, эта медаль, наверное, все-таки должна достаться. Медаль-то просто точно достанется. А сумеет ли Сингапур повторить свой московский успех, где, напомню, в финале Чемпионата мира они победили сборную Китая. Ну и в одиночке, естественно, на какую-то медаль Гоянь также может рассчитывать. Осталось только отобраться в команду. Ну и, кстати, именно в связи с этим победа на таком престижном этапе будет стоить очень дорого. Лисяуся первую ракетку мира Гоянь уже обыграла. Не просто все чаще и чаще, уже практически всегда подобные перестрелки остаются за Диннин. 2-0 в пользу этой Китаянки. Мяч мимо стала падать. 2-1 Продолжение следует. Продолжение следует. 3,1. 1, 2, 3, 2, 1. Но это уже отчаяние. 5,1. Отчаяние, граничащее с безрассудством. Ну, конечно, можно понять эмоции, да? Кажется, готовы расплакаться. Гуаянь. Наверняка в голове проносится эти мысли. Неужели опять поражение в финале? 6,1. Ну что, можно уже прощаться с этой партией? Огонь. 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 Да, ну это уже никуда не годится. 7,1 партия кажется абсолютно проваленной для Гуаянь. Хотя сегодня мы увидели различные метаморфозы. Но у мужчин подобное отставание в парном разряде отыгрывалось. Хорошая атака 7,2. Огонь. Огонь. Вот это уже серьезная ошибка 8.2 Скорее, эта ошибка больше говорит о состоянии Гуаянь в этот момент Нежели ее предыдущий удачный удар справа 8.3 Гуаянь в этот момент Здорово, здорово Ну и вот потихонечку Приближается к сопернице Гуаянь 4.8 4.9 Ошибка, которая может окончательно поставить крест На надеждах в этой партии для Гуаянь 6 сетболов Сетболов у Ди Нин 11.4 Достаточно легкая победа Ди Нин в третьей партии Она становится фаворитом всего матча, потому что ведет 2-1 Лидером серии про-тур на данный момент является Фэн Тяньвэй Она совсем немного опережает Ди Нин И совершенно точно это лидерство упустит по итогам этого турнира Но здесь еще и причина в том, что Фэн Тяньвэй в 8 турнирах серии про-тур приняла участие Два из них выиграла, в одном была в финале Ну а Ди Нин сейчас играет лишь четвертый турнир И в общем я сомневаюсь, что она не сумеет выполнить норматив И отобраться в гранд-финал Без нее там будет, честно говоря, скучновато Ну и Ди Нин в этом году из трех турниров серии про-тур Два выиграла, еще в одном уступила в финале Статистика очень хорошая Играла бы чаще, наверняка, может быть, и Лисяуся Обогнала бы, была бы первой в рейтинге ITTF Пока она третья Побеждала в Англии и Арабских Эмиратах Второй была в Катаре Начинается четвертая партия Гоя не должна, должна что-то все-таки найти в своей игре Попадает, по-моему, Гоаянь 1-0 в ее пользу Нет, Ди Нин и, простите, Гоянь И тогда в стол не попала И в этом эпизоде тоже 2-0 Неудачное начало четвертой партии Еще раз говорим о том, что в очередной раз затягивается Игровая программа дня В эти минуты, согласно расписанию, должны были выйти на корту Простите, к столу уже Участники мужского одиночного финала Но В самом разгаре только женский 1-2 Гоянь все-таки выстрадал Свою первую очко В этой партии Хорошо, хорошо 1-1, 3-1 Немножко перестаралась, Дин 3-2 1-1, 3-2 Немножко подвела 1-1, 3-3 Еще одна ошибка 1-1, 4-3 Пока все На сегодняшний женские матчи Мы с вами четвертый наблюдаем А завершились Так вот, все состояли из 7 партий 5-3 5-3 4 мяча подряд Берет Гоянь 5-3 5-3 5-3 5-4 5-4 Диннин. Наверное, правильнее будет сказать, да, не с болельщиками, а со зрителями, потому что в очередной раз мы видим, что в китайском дерби зрители берут нейтральную сторону, и даже когда действительно красивая игра идет, аплодисменты не такие бурные. Ну, видимо, чтобы не расстраивать выступающую в счете на этой несистке. 4-5 очка. Вот он весьма важный взял один Диннин. Надеюсь, правда, поторопилась. С атакой 6-4. С атакой 7-4. Уходит в отрыв Гуаянь. Весьма серьезный. 8-4. Вот этот час может продолжаться матч, да, и за этот час в настольном теннисе такого уровня может случиться все, что угодно. А то одна играет лучше, то другая. По такой синусоиде, по синусоиде двигаются все теннисистки. Вот Диннин свою любимую подачу, точнее, фирменную подачу начинает подключать, но это не дает возможности ей вести розыгрыш в нужном ключе. Вновь банальная перестрелка, ну, банальный для этого матч, и победа Гуая. Сейчас такой отрезок, в котором Гуаянь уже ошибается меньше в подобной темповой игре. Другой вариант запила. Нет, все-таки по-другому решила Диннин подавать. Просто так серьезно к подаче относятся, значит, еще на что-то рассчитывают в этой партии. Но противоход не прошел. 6 сет болов у Гуая. А вот на сутболах не стоит расслабляться. 10-5. Проигрывал все-таки партию Диннин. 2-2. Игра продолжается. Напомню, что с точки зрения призовых, это был один из самых престижных, даже не самый престижный из регулярных этапов фронт-дора, не считая гран-финала за победу, чемпионке полагается 33 тысячи долларов. Настольный теннис хорошие деньги, хотя в своих клубах главные звезды, наверное, зарабатывают больше. Не за счет побед, как таковых, а за счет контрактов. Но играть в Прокору тоже надо. Хорошая подготовка именно к крупным форумам. Здесь играешь не только постоянно рядом, но и со всеми сильнейшими. Которые с помощью чемпионата могут быть как бы по всему миру. Хорошая партия. Получилась у Го Янь. Как будто бы немножко подустала Денин. Немножко потеряла в резкости, в скорости. Скоро увидим, что будет дальше. Пятая партия. Пятая партия. Добавляет скорости Денин. Но здорово, грамотно останавливает ее Го Янь точными ударами. Не могу сказать, что в обороне, но все-таки скорее вторым номером играла сейчас Го. 1-0 в ее пользу. Но здесь Го Янь не ошибается. 1-1. 2-0 нам пишет Денин. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 3-1. 1-1. 1-1. 4-1. 1-1. Слева был хороший перевод, но Гояне казалось к нему готово. Берёт ещё одну очко она. Два-три. Ну и равный счёт. Три-три. 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 Очень хороший удар справа в исполнении Агуа-Янь. Пытается догнать ее на соперницу. Хороший теннис, стабильнее, все-таки стабильнее Гуаянь. По пяти. Именно сил, мне кажется, остается больше у Гуаянь. Хотя еще расскажем, что по времени уже сегодня у стола обе провели примерно одно и то же время. Финал были одинаковые, ну и плюс финал в паре, где они также играли друг против друга. На шесть, пять. Еще одна шика Гуаянь. Вот важные два мяча после счета по пяти берет. Один нин. Ошибочка вышла. Семь, шесть. Семь, шесть. Семь, шесть. Субтитры сделал DimaTorzok О, как здорово, как играла Диннин Ну, а Гуаянь, мне кажется, не хватило все-таки удара в другую половину стола, то есть под лево Диннин, наверное, опасалась еще более мощного удара Агуаянь Но то, что очень стабильный бэкхенд у Диннин мы отмечали еще в самом начале этого поединка 8,6 8,6 8,7 9,7 Да, розыгрыши по продолжительности почти такие, когда встречаются, допустим, двое защитников Но удары-то совсем другие, они достаточно острые, мощные Ну, и самое главное, что равная игра до сих пор продолжается Абсолютно непонятно, чем же все закончится, хотя матч уже минут 45 продолжается, наверное По 8 и 2,2 по парте Берет очко Берет очко Диннин, 9,8 Ну, что, по-моему, через «Не могу» играет Тоби, говорить о каких-то разумных находках О том, что кто-то найдет какой-то ход, который может стать решающим Достаточно сложно Я не говорю про действия в отдельно взятом эпизоде Да, вот так вот, чтобы сейчас принять решение Играть каким-то одним образом, это обязательно придется к победе Мне, конечно, это не способна ни та, ни другая И все-таки добивается своего Диннин А в очень жесткой перестрелке берет очко И 10,8 в ее пользу Два сетбола Ну, один раз в парном матче мы подобные розыгрыши называли скрытым матчболом Если я не ошибаюсь, или это уже было во время полуфиналов Точно не вспомню Наверное, и сейчас о чем-то подобном можно говорить Ну, одну партию из последующих двух Диннин, если выиграть эту, будет взять по силам Впрочем, то же самое можно говорить и про Гуо Янь Если она все-таки счет сравняет Держала мяч в игре Гуо Янь на протяжении трех, по-моему, ударов Но в итоге все-таки допустила ошибка 1,8 Диннин ведет 3,2 Ну, а Гуо Янь 2,3 уступает И не случится ее 17-е поражение в финалах Как в серии про Гуо Дубри всего лишь пинцы победы А в паре, кстати говоря, примерно та же картина У Гуо Янина чаще проигрывала В финалах, как в серии про Гуо Дубри Побежда Но, собственно говоря, и сегодня будет то же самое Она вместе с полуезда, с полуезда, с полуезда и ся-уся Год назад Диннин и Гуо Янь считались лидерами Китайской сборной Но не сумели они, по-моему, еще Не надо Показать сборную Сингапур Мне кажется, вот именно в отсутствии явного лидера Сборная Китая женская чувствует себя не очень здорово Таковой Совсем недавно еще была Ван Нань И затем эстафету Перехватила Джан и Нин Но вот, опять же, кто лидер следующего поколения Пока непонятный Тот факт, что Гуо Янь, которая до этого несколько в тени находилась Сейчас, в общем-то, почти на равных соперничает С молодыми Диннин, Люшевень, Гуу Юе, Лисяуся и далее по списку Наверное, не говорит о том, что уровень китайского настольного тенниса несколько упал Но Говорит о том, что еще одного такого серьезного рывка со времен Ван Нань Джан и Нин совершить не удалось Так, шестая партия Гуо Янь уступать ее уже нельзя И она берет первую очко 1-0 По одному И еще одна шестая партия Аплодисменты Аплодисменты Продолжение следует... Абсолютно будет неудивительно, если и этот матч удержится решающей партией. Продолжение следует... Удается попасть, по-моему, в стол Гуо Янь. 3-2 в ее пользу. 3-2 в ее пользу. 3-2 в ее пользу. 3-2 в ее пользу. 3-3 в ее пользу. 3-3 в ее пользу. 5-4 в ее пользу. 3-3 в ее пользу. 3-3 в ее пользу. 4-3 в ее пользу. 4-3 в ее пользу. 5-3 в ее пользу. 4-3 в ее пользу. Только за счет того, что Денин ведет по партиям, наверное, небольшое предпочтение можно отдать именно младшесть китаяна в этой ситуации. У нее есть, наверное, у нее есть, наверное, лишние право. И остался младше. Младше в игре остался. Но, впрочем, но, впрочем, но, впрочем, но иду. Тоже сейчас допустила ошибку. Какая атака! И комментировал этот розыгрыш, мне кажется, весь зал. 9-8. Впереди Гуаянь. 5-8. Впереди Гуаянь. 5-8. Впереди Гуаянь. Впереди Гуаянь в подобном теннисе. 10-8. Два сетбола у Гуаянь. Решающая партия близка. Без таймаутов играют обе. Пока что. Но вот если это очко Гуаянь уступит, возможно, он возьмет минутную паузу. Впереди Гуаянь. Сравнивает сейчас поединки. 3-3. Третий финал. Мы с вами смотрим. И третью решающую партию будем наблюдать. Ну, очень интересно. Конечно. Интересно. Стольный теннис. Высочайшего уровня. И, условно, по заказу на глазах у родной публики. Китайцы. Гуаянки. Ну, что, можно все-таки за счет опыта получиться в такой ситуации. Гуаянь. Устал уже левый рукав. Поддержку. И, условно, вследствие. Значит, корета. Субтитры делал DimaTorzok Итак, решающая партия на старте. Я думаю, она может получиться самой длинной, именно потому что тайм-ауты будут брать девушки, ну и к тому же паузы должны еще вырасти между розыгрышами. Гуянь ошибается в не самой сложной позиции. Гуянь ошибается. Еще одно очко достается Денин. Хорош, начало решающей партии 2-0. Субтитры делал DimaTorzok Еще одно очко Денин выгрызает у соперницы. 3-0 Ну и тайм-аут. Тайм-аут самый, наверное, правильный момент сейчас берет Гуаянь. Последняя возможность, с ним можно перевести дух и что-то сделать. Ну, будет еще одно, если Денин будет преимущество. Пустит и сама возьмет тайм-аут. Пока точнее, но и, наверное, чуть удачливее в решающей партии Денин. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Игорь Янь после паузы берет хорошее очко. Спасибо, удару справа. 1-3 Спасибо, удару справа. Ошибается Денин. Два-три. Ну что, я думаю, что скоро, скоро уже придет ее очередь брать минутный перерыв. Субтитры делал DimaTorzok 3-3 Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Добавляет Денин на приеме. 2-3-4-3 Спасибо. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Мы благодарим44-3. ДимаTorzok Димой Торзок ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 4-5 4-5 Впервые в этой партии вперед выходит Гуаянь Ну, как мы предполагали, пауза между розыгрышами очень длинная И, как мы предполагали А нет, это еще не тайм-аут Нет, тайм-аут все-таки Действительно тайм-аут, белую карточку судья должен показать сейчас И теперь уже точно последняя остановка в решающем сете Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok По пяти Денин берет очко после паузы Ну, я сразу скажу вам, что затянулись матчи И должна у нас на канале онлайн быть трансляция футбола, чемпионат Франции Соответственно, в прямом эфире мы мужской финал Вряд ли сумеем посмотреть Но постараемся для вас его записать И, при первой возможности, показать Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ой-ой-ой-ой, Денин после своего тайм-аута Все-таки берет два мяча подряд 6-5 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В общем-то участники турнира идут на рекорд За 5 часов 4 матча сыграть Это если у мужчин тоже будет 7 партий Ошибается Гуаянь 7-6 Ну, сами понимаете, что Здесь каждая ошибка на вес золота Ну, точнее, если вот 33 тысячи долларов на кону Он был по 7, 4 очка до победы Вот каждая ошибка где-то тысячи восемь не стоит, наверное Все-таки преимущество 2 очка Один ним не удается Заработать Ну, о каком-то рисунке говорить уже сложно Обе стараются при малейшей возможности Максимально вкладываться в удар Но при этом, если этой самой возможности не существует Играют в высоком темпе Но для себя достаточно спокойно То есть делая достаточно надежный удар При этом какие-то срывы Из-за усталости и появившиеся вследствие этого Невнимательности Могут быть Вроде бы высоковато подняла мяч Гуаянь Такой был неуверенный удар у нее справа Серьезно И не направила мяч И полетел он не слишком быстро Но Денин Допустила ошибку 7-8 Да, ну Цена ошибок повышается и повышается В долларовом эквиваленте До 10 тысяч она дошла Ну и самое интересное, да Что все-таки именно неудачные действия Такие по-настоящему хорошие То или другой теннисист Сейчас все решают То есть сейчас все решают Неточность 9-8 Гуаянь в двух очках От своей шестой победы в карьере На этапах серии про-тур И мяч опускается за столом Ох, если бы задел он краешек Два матч-бола у Гуаянь Два матч-бола у самой невезучей теннисистки Которая когда-либо принимала участие в финалах Этапов про-тур Ну, Денин, собственно говоря На три победы На этапах про-тур Но она На 90-го года рождения На 9 лет Моложе Гуаянь Да Добивается своего Гуаянь не верит в это Она была лидером этого матча Была вроде догоняющей Но в результате Седьмая партия остается именно За ней со счетом 11 плюс Ну что ж Три финала с отчетом 4-3 закончились Китай везде Сильнее На этом мы Нашу прямую трансляцию Суджоу Вынуждены закончить Ну, а о том, как Закончился мужской финал Сообщим вам Позднее С вами был Сергей Дерябкин И всего вам самого-самого доброго В этом году мы Субтитры подогнал «Симон» В этом году мы Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»